Исходное будет вот здесь, а здесь я напишу то же самое. Вы должны выйти, зачеркнуть. Просто берете и зачеркиваете те цифры, которые затрекли. Так, решение. Если нолик и зачеркнутая цифра, то единственный случай это когда раньше был ноль-ноль. Когда зачеркнутая единица, то раньше могла быть только запись ноль-один. Так-то все решено. Интересно, а мы, когда с Колей показывали фокус, мы делали так или нет? Смотри, нет. Потому что, когда я зачеркивал, я иногда зачеркивал и следующие цифры тоже. И кроме того, вот в этой записи, как вы помните, я зачеркнул ноль. Вот может быть кто-то отгадает принцип, по которому мы с Колей договорились. Хорошо. А тогда давайте я вам покажу, какие цифры я имел право зачеркнуть по нашей с Колей договоренности. Может быть, тогда вы догадаетесь. Так вот, ребята, я имел право зачеркивать вот эту цифру. Эту. Я имел право зачеркивать эту. 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 а также вот такое было правило, о котором мы с Колей договорились, пока шли вам сюда на занятие. Может ли кто-то отгадать это правило? Вот, если бы я зачеркнул бы любую из этих цифр, убрал бы, то Коля ее однозначно сумел бы восстановить. Не слышал. А если бы другую цифру... А вот другую он бы тогда восстановил неправильно. Если бы я зачеркнул другую другую цифру, то он тогда дал бы... Рассказывайте. Или что-то догадаетесь. Здесь есть одна строка, которая была нами придумана специально для того, чтобы вас вводить в заблуждение. А именно вот этот строк немножко выбивается из простого общего правила. Вот сначала мысленно уберите эту строчку, потому что это такое добавление, которое должно немножко ухудшать ситуацию, да? Вот уберите эту строчку. А в остальных, на самом деле, правило-то очень простое. Да? Эти цифры, которые могут запретить, а именно, что вы делаете... Не то. Между нулем и единицей, это, во-первых, неправда. А, во-вторых, это мне бы ничего не дало. Потому что мне важно саму цифру отгадать, а не то, между чем она стоит. Между чем стоит, я и так вижу. Внимание, включаем Мишелло-Конс. Мишелло-Конс, наверное, решила задачу. Да? Единиц должна быть больше, чем нулей. Ну, знаете. Единиц больше, чем нулей. А вдруг мне дадут последовательность, в которой очень много нулей и мало единиц. Но тогда нулей должно быть больше. А? Тогда нулей должно быть больше. Не то. Посмотрите внимательно на вот эту штуку. Чуть-чуть измените это правило. То есть измените его с точностью наоборот. Да, кстати, как его символировать? Как его объяснить, не выписывая всю табличку, а как-то словами? Есть такое слово дубль. Ну да, для тех, кто любит играть в домино, есть слово дубль. Может быть, знаете? Когда две одинаковые. Итак, если две одинаковые, то зачеркиваешь? Нет. Вторую. А если две разные, то первую. Ну-ну-ну-ну, догадываетесь. А здесь было когда? А здесь было... Если цифры разные, то надо зачеркивать считатую. Если цифра и знаковый, то надо зачеркивать первую. Мысленно Коля, когда вошел в аудиторию, разделил все на пары. И после этого он смотрел, если вот эта зачеркнутая цифра оказалась внутри пары, то он помнил, что если зачеркнули первую из двух, то по нашей с ним договоренности должны быть две цифры одинаковые внутри эти пары. Если зачеркнули вторую... Поняли идею, да? Да. Слушайте, а вы понимаете, что по этому правилу я мог зачеркнуть даже довольно большую часть цифр? Согласны? Да. Например, если было бы у меня всего, скажем, шесть символов, то я мог зачеркнуть три из них. Согласны? Да. И это было бы еще эффектнее, правда? Зачеркнул три цифры, и все равно все восстанавливается. Вот, замечательно. И здесь вот то же самое, да? Здесь вы мне написали блоки 0,1, 0,1, 0,1. Так, а теперь вопрос. А это что такое? А это правило мы приберегли на случай, если бы вы оказались слишком умными. Если бы вы сразу отгадали вот это правило с блоками, то я бы вас спросил. Слушайте, а здесь какое правило? А здесь вот какая правило. Мы с ним договорились, что если ровно одна цифра будет отдельно, то есть если общее количество нечетное, то в таком случае смотрим, сколько всего есть. И если их четное количество, то убираем ту цифру, которая написана, и, значит, по четности она восстанавливается. А если их количество нечетное, то ничего не делаем. То ни в коем случае эта цифра не отчетная. На самом деле я буду придумать еще много разных такого типа вариантов. Не обязательно буду делить именно на блоки по два. В общем, тут много можно чего придумать.